На самом деле доклады были такие хорошие, что, наверное, всё понятно всем присутствующим. Вопросов-то не возникает. Да, ну вот особенность, конечно, проблемы. Много препаратов, колоссальный плацебоэффект, который затрудняет их изучение, прямо скажем, с одной стороны. И действительно многие из них имеют реальную доказательную базу, но, скажем, каких-то на сегодняшний день пониманий, как выбрать, допустим, медленно действующий симптоматический препарат для остеоартроза, по-моему, никаких путеводных нитей нет. Вот это, наверное, сейчас самая большая проблема. Потому что, ну да, многие рекомендации, там СССР, допустим, российские рекомендации, ТТ, действующие, ларуские рекомендации, они все постулируют, что можно, можно, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, практически все, там, перечислены все медленно действующие препараты, пожалуйста, выбирай, делай, так сказать, а с чего начинать, что делать при неэффективности, надо менять, может, надо комбинировать, не надо комбинировать, есть в этом смысл какой-то, нет. Вот тут у нас нерешенных вопросов осталось, на самом деле. Это очень правильно. И, конечно, вот скажу такую ужасную, наверное, мысль, ужасное слово, вот крайне не хватает какого-то большого, серьезного, независимого исследования. Регистра. Да, абсолютно правильно. Регистра по остеоартриту. То есть, чтобы мы могли наблюдать какую-то большую когорту, даже очень большая когорта, потому что все мы прекрасно понимаем, что остеоартрит, заболевание крайне гетерогенное, это разные пациенты, вот разные стадии, мы, ведь совершенно очевидно, что пациент с остеоартритом, это разные пациенты, даже на ранних стадиях своей жизни, потому что вначале мы видим одну ситуацию, в другой ситуации, в другую ситуацию, когда он уже, это пожилой человек, это совершенно другая, третья ситуация, и это разные пациенты, и подходы к лечению будут разные, на самом деле. Ведь мы всегда сейчас лечим, к сожалению, остеоартрит здесь и сейчас. Мы назначаем терапию, ну, на не очень большую перспективу до сих пор, хотя, конечно, такие попытки предпринимаются, вот обсуждается многолетнее использование разных средств, но тем не менее, ведь вот таких данных очень мало, такое длительного, проспективного, многолетнего наблюдения, ну, пожалуй, таких исследований можно перечислить на пальцах, и когда обсуждается, например, там, влияние, там, хондаритина, глюкозамина, да, конечно, такие исследования есть, но когда посмотришь, сколько в них участников, то понимаешь, что уровень ошибки здесь очень велик. Вот нет таких работ, как, скажем, при ревматоидном артрите, как при сплондилартритах, что удивительно, ведь больных с артрозом-то гораздо больше. Их проще собрать. Их проще собрать. Да, может, поэтому, просто, к сожалению, я думаю, что до последнего времени, ну, только сейчас ревматология повернулась лицом к таким проблемам, как остеоартрит и боль в спине, наконец-таки. Вот, а до этого всё-таки это было прерогатива терапевтов или хирургов-ортопедов, которые же занимаются исходами заболевания. Вот, а здесь, конечно, нужно наблюдать именно, вот, как бы, в, ну, если вот наши западные коллеги нам всегда показывают пример, вот эта инициатива остеоартрит, когда происходит изучение раннего, на ранних стадиях остеоартрита, набирается большая когорта пациентов, которые наблюдаются ещё с минимальными изменениями рентгеновскими. Эти пациенты смотрят, что будет дальше. Вот, наверное, такие работы будут гораздо интереснее. Ну, вы, конечно, правы, конечно, регистр, это было бы гениально. Такой всероссийский. Надо думать, а он, может быть, не обязательно очень сложный, так сказать, но подобный. Как раз, он может быть самый простой. Ещё очень интересный момент, на последнем айсиаре вдруг появилось, по крайней мере, так сказать, появились постеры, я насчитал, по крайней мере, пять исследований с совершенно новыми таргетными молекулами для остеоартроза, для нудроставного, системного использования. Такое впечатление, причём совершенно новые мишени. То есть, это такое впечатление, что намечается серьёзный прорыв на фундаментальном уровне в этом вопросе. Так что, может быть, скоро мы станем свидетелями. Да, конечно. И появление денег в этом, так сказать, в этом вопросе серьёзных. Но здесь только один момент, он тоже обсуждался, это вопрос, на самом деле, управлен, опять же, очень тонко, деликатно, замените, вопрос денег. Дело в том, что тот же самый, там, Тенезумап, например, да, он эффективно помогает при боли, но его очень долго не выводят на рынок, и, мне кажется, именно здесь финансовая сторона, потому что, представьте себе, здесь вдруг появится дорогое, но эффективное лекарство лечения остеоартрита. Вот представьте, как во всём мире больные будут его требовать, и что будет с системой здравоохранения в данной ситуации. Но это, кстати говоря, не шутка, это большая проблема, потому что одно дело, когда мы используем биологические препараты для лечения, но всё-таки серьёзных, тяжёлых, но не таких частых заболеваний, как ревматоид, на этот и то ведь, если посчитать, сколько тратят наши американские друзья на биологическую терапию, я бы по статистике около, на три позиции, это Энбрелл, Хумира и Ремикейт уходят у них в год порядка 50 миллиардов долларов. Это, по-моему, весь бюджет России, медицинский имею в виду. Поэтому, конечно, такие деньги, а это ведь всё-таки какая-то часть популяции. Если больных с остеоартритом такими лекарствами лечить, то, конечно, страшно представить, что получится. Надеемся, что выиграют малые молекулы. Больным-то будет хорошо, конечно. Так что это очень такая серьёзная ситуация. Коллеги, может, у кого-нибудь есть мысли хорошие и интересные по поводу развития свежей мысли по лечению остеоартроза? Если их нет, тогда мы объявляем перерыв на 10 минут до 16-15, и ровно вовремя начинаем очередное наше. У нас будет короткое, но, думаю, что достаточно интересный дискуссионный клуб, посвящённый ингибитору интерлекина 6-го в реальной клинической практике.